Добрый день, дорогие коллеги, дорогие друзья! Сегодня я по просьбе своей коллеги Ирины хочу показать, как можно сделать прекрасную поздравительную открыточку или же рекламу вашего мероприятия, которое вы будете проводить в библиотеке с помощью всем известной программы PowerPoint. Мы должны открыть PowerPoint. У меня это программа 2013 года. У вас, может быть, 2010-2016 года. Мы выбираем пустую презентацию. Здесь мы также макет слайда выбираем, пустой слайд, для того, чтобы нам более удобно было работать с данным слайдом. Хочу обратить ваше внимание, что размер слайда вы можете менять во вкладке «Дизайн». Мы можем как сами настроить размер слайда, так и поменять его на стандартный, например, 4х3 путем подбора размера. Вот у нас такой квадратненький будет слайдик. И сейчас мы будем его оформлять, делать свою открытку. Совсем скоро у нас приближается праздник День Святого Валентина. И давайте я сделаю открыточку небольшую, такую простенькую, к этому празднику. Мы начинаем со вкладки «Вставка». Здесь мы используем или же опцию «Рисунки», или же мы можем использовать опцию «Снимок». «Снимок» это можно делать, когда мы нажмем на опцию «Снимок», у нас покажется такая надпись, как «Вырезка экрана». Это имеется в виду все то, что вы перед этим открывали, открывали, оно сохраняется. Например, в интернете искали какую-то картиночку или открытку, и вы напрямую, нажав вырезку экрана, можете вставить эту картиночку вот на этот пустой слайд. Но сегодня мы пойдем обычным, традиционным путем и будем вставлять рисунки, которые я заранее заготовила в папочке на рабочем столе для удобства, картинки. Вы также подбираете свои рисуночки, картинки к определенной теме или готовите какое-то поздравление, только к этой теме поздравления подбираете. Начинаем мы, конечно же, с рамочки. Вот такая, например, рамочка у нас есть. Давайте сейчас я попробую ее вставить на наш слайд. Мы ее вставляем и растягиваем. Растягиваем по всей длине и ширине слайда. Рекомендую брать рамочки получшего качества, для того, чтобы четкость изображения сохранялась. Мы поставили такую рамочку, и теперь будем наполнять нашу будущую открыточку. Мы должны с вами вставить надпись, так? Поздравление! Тут ваша фантазия. Что вам подсказывает, так вы и пишите. Так как День Святого Валентина скоро, мы напишем «С Днем Святого Валентина». Дальше вы с этой рамочкой можете делать, располагать ее, как вам удобно, редактировать, открыв вкладку «Формат». Выделив надпись, открыв вкладку «Формат», вы можете преобразовать вашу надпись, поиграться с ней или так, или вот таким образом, или таким, или таким. Допустим, у нас вот такая она будет. Мы можем также поменять цвет надписи, выбрать такую вкладочку, можем тень добавить, с черного на синий или на оранжевый. Пожалуйста, как вам нравится, как вам хочется, чтобы там, например, соответствовали цвета. Здесь я не придерживаюсь никаких стандартов. Просто это пробная поздравительная открыточка, чтобы мы научились работать с нашей программой «Пауэрпоинт» и использовать все ее возможности, которых очень и очень много. Итак, мы написали, сделали такую надпись. Теперь будем дальше украшать и будем вставлять наши следующие рисунки, которые мы подготовили, или картиночки. Ну вот, можно вставить, ну, например, вот такую красивую картиночку. Это немножко есть тут наложена анимация в этой картиночке. Можно вставить, где-то были сердечки у меня, можно вставить гиф анимации, так. Вот, чтобы красиво так у нас смотрелась наша открытка. Вот мы можем скопировать и еще раз вставить. Вот, да, например, вот так расположим, чтобы у нас двигались эти сердечки. Ну, давайте еще какой-нибудь рисуночек вставим для красоты, так сказать, так как мы с вами художники, дизайнеры. Ну, и чтобы у нас так вот было красивенько все. Ну, например, вот такое еще сердечко. Да, но большое мы его уменьшим. Мы его уменьшим для нужного размера. И вот сюда его, например, ставим. Это, я еще раз повторюсь, пробная открытка. Я не стараюсь тут сделать какую-то такую необычайную красоту. Я просто показываю, как можно приукрасить нашу работу, нашу поздравительную открыточку, наше творчество. Вот у нас получилась такая открыточка. Да, ну, допустим, мы уже ее сделали. Вот, нас все устраивает. Нам больше не нужны и не важны никакие другие эффекты. Посмотреть, как выглядит наша открыточка именно в программе PowerPoint мы можем через показ слайдов с текущего слайда. Вот так вот выглядит наша открыточка. Теперь, если нас все устраивает, и мы хотим только лишь вот без всякой музыки, чтобы у нас была простая поздравительная открытка с разными внутри тоже украшениями, уже сделанными, после того, как уже полностью она готова, мы должны ее сохранить в нужном формате. Хочу здесь сделать небольшой акцент, дорогие друзья, чтобы вы запомнили, что вот вы наложили разные картиночки с вариантами гиф-анимаций, да, и когда вы их в показе смотрите, они перед вами, ну, играют, они видны, эти гиф-анимации. Но, когда вы сохраните эту открытку как фотографию, эти, естественно, анимации будут не видны. Что делать в таком случае? В таком случае нам поможет внешний ресурс, специальный сайт гифка, куда мы загрузим нашу фотографию и сохраним все эти варианты анимаций. Но об этом в одном из следующих наших уроков. А сейчас мы просто сохраним эту открыточку в нужном нам формате. Мы нажимаем файл сохранить как, обзор, меняем тут заглавие, потому что, чтобы не повториться, ну, напишем Валентина в день. А здесь мы видим, да, тип файла, у нас стоит презентация. Мы ищем здесь в типах файла то, что нам надо, а нам нужен рисунок в формате JPEG. Выбираем место, папочку, куда мы ее будем сохранять, да. Ну, например, вот мои открытки, хотя их тут уже несколько, ну, пусть идет сюда и будет у нас здесь Валентина в день. Открытка простая. Мы нажимаем сохранить. Извините за звук. Включена музыка, включена была. Мы отвечаем. Microsoft PowerPoint спрашивает, какие слайды вы хотите экспортировать. Мы пишем только этот или все слайды, потому что у нас только лишь, всего лишь один слайд. И нажимаем, так. Наша открыточка пошла в ту папочку, куда мы ее сохранили, а рабочее поле осталось таким, как и было. Давайте проверим, где наша открыточка. Она находится в папке «Мои открытки». Вот наш Валентинов день. Вот мы сейчас посмотрим, что у нас получилось. У нас получилась вот такая индивидуальная открыточка. Вы здесь можете обратиться к человеку, которого поздравляете. Можете здесь сделать вашу личную подпись, и тогда это будет реально ваша авторская работа. Я думаю, тому человеку, кому она будет адресована, естественно, что будет очень приятно ее получить и посмотреть, рассмотреть и так далее. Удивиться вашему творчеству и вашей работе. А сейчас мы продолжим, продолжим заниматься с нашей этой открыткой, которую мы создаем и продолжаем создавать дальше. И дальше, следующий путь, я бы предложила, например, если вы хотите, чтобы у вас эта открыточка была музыкальной, наложить на нее музыку. И мы вставляем звук. Звук. Аудиофайлы выбираем на компьютере. Вот заранее у вас загружена. Короткая. Я хочу также сделать акцент. Короткая музыка. Длинную не надо музыку, естественно, если у вас один или два, может быть, слайда. Но если поздравительная открыточка, она не может задержать много слайдов. Вот вы вставили музыку. Для того, чтобы не виден был этот значок музыкальный, мы убираем. Скрыть при показе. Начало. Начало музыки у нас должно быть автоматически для всех слайдов. Непрерывно. Вот мы наложили музыку. Затем мы нажмем Анимация. Область анимации. И вот здесь мы видим поле, где записалась наша музыка. И мы открываем опцию и проверяем, все ли здесь нас устраивает. Запускать после предыдущего, допустим, параметры эффектов можем проверить. Параметры эффектов у нас будут сначала, ну, вот тут можем мы написать, так сказать, для уверенности после первого слайда. Так. Вот мы поставили после первого слайда и нажимаем ОК. Так. Нас все устраивает. Мы проверили музыку. Она наложилась. Но как же нам быть со временем? Как распределить музыку на весь слайд? Мы должны поставить и применить такую опцию, как переходы. Переходы. Мы. Для того, чтобы наша открыточка красиво открывалась, сейчас поставим с вами переход. Вот. Переход. Какой? Выбираем. Тут их очень много. И вот такой оригами. И вот такое растворение, может быть, да? И шашки. И так далее. Тут много вариантов разных. Извините за резкий звук. Это вот включается музыка, которую мы записали. Мы выберем, например, давайте с вами жалюзи. Вот так будет открываться наша открыточка. Мы нажмем применить ко всем. слайдом, несмотря на то, что у нас один. И уберем вот здесь мы по щелчку. Убираем. И ставим. Так как у нас музыка примерно 35 секунд. Давайте поставим эти 35 секунд. 35. И мы нарушили. Так. Поставим запятую. 35 секунд. Так. После 35 секунд. Мы еще раз нажмем, вернее, нажмем показ слайдов. И здесь в настройке показа слайдов мы проверим, как у нас тут обстоят дела. Нам нужно, чтобы показ слайдов осуществлялся не докладчиком, а автоматически. И мы убираем вот эту вот точечку, ставим ее на автоматический. Да, все слайды. Один у нас слайд. И нажимаем ОК. ОК. Теперь мы опять идем в переходы и проверяем себя, контролируем. Не сбился ли у нас пока слайдов. Да, вот у нас время 35. Стоит после 35 секунд. Закончится наша музыка. Так. Ну, для страховки я сейчас включу, и мы буквально там 5 секунд послушаем, посмотрим, как у нас наложилась музыка. Мы делаем это, используя вкладку показ слайдов с текущего слайда. Музыка у нас записалась. Мы не будем до конца ее слушать. Еще раз прошу прощения за резкий звук. Когда включается музыка, может быть, это будет как-то вызывать какой-то дискомфорт. Вот. Ну, таким образом, мы сделали с вами музыкальную открыточку. Для того, чтобы сохранилась наша музыка. Так. И все наши вот эти гиф-анимации, которые мы наложили, все спецэффекты, которые вы можете еще наложить, или же дополнительные какие-то анимации, да, их вот очень много, разных этих анимаций. О том, как вставить такую анимацию, мы также, если будет такая необходимость, сделаем еще один урок. Дополнительную, я имею в виду, анимацию к разным, например, анимацию выхода, анимацию входа объекта на слайд. Когда вы все вот это уже сделали, подытожили, вы можете уже сохранять эту презентацию в формате видео. Мы наложили музыку, все сделали, еще раз повторюсь, и мы идем в файл, сохранить как, обзор. И здесь тоже мы поменяем название, потому что название, оно тоже будет как бы на нашем видео, сразу при включении видно. Поздравление. Поздравление. Знём святого Валентина. И мы уже здесь в типе файла, мы выбираем видео mp4. Видео mp4. Выбираем, куда мы сохраняем это. Рабочий стол. Выбираем нашу папочку, например, опять же, мои открытки. Вот разные видео тут. И нажимаем сохранить. Идет процесс сохранения нашего видео. Как определить, что он идет? Внизу презентации, внизу слайда находится надпись создание видео, название поздравления с Днём Святого Валентина. И выходит светленькая полосочка. Белая полосочка в данном случае у меня. А вот эта белая полосочка, вот она идет. Это и идет запись нашего видео. Пока идет запись нашего видео, я хочу вам, ну, для того все-таки, чтобы мы дождемся, чтобы записалась наша открыточка, для того, чтобы ее посмотреть и проверить, все ли у нас получилось. Так же всякое же, как говорится, может быть, для того, чтобы все было у нас правильно. Мы дождемся. А пока я вот могу вам показать, например, как можно использовать эту программу PowerPoint и делать рекламный баннер, например, приглашения на мероприятие. Вот, например, в программе PowerPoint наш библиотекарь Аня сделала такой рекламный баннер приглашения на выставку к 235-летию со дня рождения выдающегося французского писателя Фредерика Стендаля. Конечно, это визуализация, это яркая рамочка, это как еще раз повторюсь, индивидуальная работа, которая всегда привлечет нашего читателя и поможет лучше раскрыть наш фонд и представить читателю нашу литературу ну или разные наши творческие какие-то находки и так далее. Вот, мы видим, что идет запись, продолжается идти запись нашей открыточки и пока я могу вам показать также вот небольшие свои работы перед Новым Годом к праздникам Рождества Христова, к Новому Году. Вот, небольшая такая открыточка, буквально 20 секунд. Поздравление, тут два слайда к Новому Году. Рождества 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 работы, самые разнообразные, к разным мероприятиям, к праздникам. И уже неоднократно я слышала отзывы, что приемы, которые используешь при рекламе разных мероприятий, очень важны. И вот такой прием, как визуализация материала, всегда привлекает нашего читателя. Читателю хочется открыть и увидеть только ту работу, которая, во-первых, сделана качественно, красиво. И всегда у него тогда возникнет желание посмотреть, прежде всего, посмотреть и прочитать, о чем же этот рекламный материал. Друзья, записалась наша музыкальная открыточка. Это рабочее поле у нас остается. Мы можем дорабатывать здесь какой-то материал, вносить разные изменения. И можем посмотреть, что же у нас записалось, в конце концов, после наших таких небольших, скажем так, творческих трудов. Вот мы назвали наше видео «Поздравление с Днем Святого Валентина». Мы сейчас откроем для лучшего просмотра с помощью Кино и ТВ. И послушаем нашу открыточку. Вот такая, дорогие друзья, у нас получилась открыточка. Хочу сказать, что звучать эта открыточка и идти показываться, так сказать, вашему адресату будет ровно столько времени, сколько вы заложили в ваш слайд, слайд вашей презентации. 30-30 секунд, 20-20 секунд. То есть придерживаться будет слайд продолжительности времени, которое вы наложили или записали. Думаю, что это несложно, легко создавать такие открытки, делать приятное вашим друзьям, вашим коллегам. И желаю вам больших творческих успехов. Буду рада вашим отзывам, пожеланиям. И до новой встречи. Спасибо вам за внимание.